Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер в студии Виктория Царева. Прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. В Кишиневе за последнюю неделю удвоилось число случаев заболевания COVID-19. Получить разрешение на нахождение в приграничной зоне теперь можно онлайн. Новая серия землетрясений на границе Сирии и Турции. Сотни пострадавших. Шрингфляция. Европейские производители сокращают объемы товара. Цена остается неизменной. У Молдовы есть хороший шанс и начать переговоры о вступлении в Евросоюз к концу этого года. Поэтому нашу страну призывают как можно быстрее выполнить условия, сформулированные Еврокомиссией. Об этом говорили в рамках пресс-конференции сопредседатели парламентской ассамблеи Евронест Инна Кашеру и Андриус Кубилиус. В Литве реформы для вступления в ЕС внедрялись на протяжении трех лет, отметил сопредседатель ассамблеи Евронест Андриус Кубилиус. У нас в Европарламенте есть четкая формула, которая повторяется и в принятой резолюции, касаемо начала переговоров о присоединении. Мы отмечаем, что все обещания, связанные с качеством предусмотренных шагов относительно Украины и Молдовы, должны быть закончены до конца этого десятилетия. Этот план амбициозен, но реален. Инна Кашеру в свою очередь заявила, что поскольку следующий год в Европе будет годом выборов, власти страны планируют сконцентрироваться на внутренней работе по внедрению требований ЕС. Депутат партии «Действия и солидарность» выразила надежду, что статус кандидата получит и Грузия. В том, что касается соглашения об ассоциации, как я упомянула, уже мы ждем выборов в Европарламент. Мы желаем ускорения процесса и хотели бы не пойти по примеру восточных Балкан. Мы хотим доказать, что можем организовать все необходимое намного быстрее. Мы попросили предоставления статуса страны кандидата для Украины и Молдовы. И когда мы это сделали, мы почувствовали, что в этом направлении можно очень быстро продвигаться. Резолюция о стратегической важности начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года была подписана 21 февраля. За высказались 36 членов ассамблеи «Еуронест». Европейский совет может направить в нашу страну специальную миссию в рамках политики безопасности. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам заседания глав Министерства иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, объявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он не стал вдаваться в подробности о том, что подразумевает эта миссия, отметив лишь, что пока такая возможность только изучается, поскольку Молдова нуждается в срочной поддержке. Молдова выразила явное желание извлечь выгоду из нашей общей политики безопасности и обороны. Мы продолжим изучать возможность такой миссии в Молдове, которая должна поддержать нашу страну-кандидата в повышении её устойчивости к иностранному вмешательству и усилиям по дестабилизации. У них много попыток дестабилизации, и мы должны помочь им справиться с ситуацией. По словам Жозепа Борреля, помочь Молдове нужно быстро. Мы поддерживаем Молдову через Европейский фонд мира и будем продолжать это делать. Вы знаете, что в прошлом году мы выделили молдавским силам безопасности 40 миллионов евро из Европейского фонда мира. Кроме того, в случае Молдовы время имеет решающее значение – важна скорость. Жозеп Боррель отметил, что обсудил нужды Молдовы с присутствовавшим на форуме главой молдавского МИДа Нику Папеску. Министр, в свою очередь, отметил, что провёл дискуссии по активизации сотрудничества с ЕС в сфере безопасности и обороны. Также он попросил поддержки в вопросе внутренних угроз. Главная задача сегодня, конечно, обменяться мнениями относительно ситуации в Молдове. У нас новое правительство, за него проголосовали на прошлой неделе. Большую часть усилий этого правительства будет направлена на борьбу и предотвращение дестабилизации ситуации в Республике Молдова. И для нас сейчас очень важно, чтобы Евросоюз помог нам, введя санкции против политиков и олигархов, которые действуют вместе с Россией, пытаясь дестабилизировать Республику Молдова. Соединённые Штаты и Великобритания уже ввели санкции в отношении некоторых из них, и это важно в том числе и для Европейского Союза. Нику Папеску также добавил, что обсудил с еврочиновниками саммит Европейского политического сообщества, который Республика Молдова примет в начале июня 2023 года. Также Нику Папеску встретился со своим румынским коллегой Богданом Ауреску. Говорили о процессе евроинтеграции Молдовы, написал чиновник в соцсети. 24 февраля, в годовщину начала конфликта в Украине, несколько зданий в Кишинёве будут подсвечены цветами украинского флага. Об этом сообщил столичный градоначальник Иван Чабан. 23 и 24 февраля, в знак солидарности с украинским народом, несколько столичных зданий будут подсвечены цветами украинского флага. Речь идёт в том числе о Триумфальной арке, сквере Кафедрального собора, а также аллее Григория Вьеру. На этой неделе мэрия Кишинёва запускает выставку «Дети за мир». Например, эта работа была сделана детьми первого класса. Мы также организуем день открытых дверей, чтобы выставку могли посетить все желающие. Молдова – страна, принявшая наибольшее количество беженцев из Украины, и мы считаем важным ещё раз выразить нашу солидарность с украинским народом, используя талант и творчество наших детей, а также выступить с призывом к миру. Правительство не может предоставить компенсации всем гражданам Молдовы, потому что это слишком дорого обходится. Об этом в эфире частного телеканала заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Также чиновник ответил и на требования протестующих, которые пытаются убедить граждан, что государство должно оплатить их счета. Алексей Бузу уточняет, что эффективным инструментом поддержки населения является система ажитор-ла-контор, которая направлена на людей с низкими доходами. В настоящее время у нас около 800 тысяч домохозяйств в системе ажитор-ла-контор. 80% из них была присвоена очень высокая степень уязвимости. Это означает, что правительство оплачивает половину их счета. Мы не можем предложить компенсацию всем гражданам Республики Молдова, потому что это была бы очень дорогая мера. Кроме того, в правительстве приходится решать и другие проблемы, например, в области образования, здравоохранения. Напомним, в воскресенье во время акции протеста демонстранты обратились к правительству с просьбой полностью оплатить счета за зимние месяцы. Министр отметил, что это требование является утопическим для Республики Молдова. И что нет государств, которые можно было бы привести в пример в этом отношении. Я не знаю ни одной из страны, где полностью оплачиваются счета за холодный период. Есть страны, где государство берёт на себя компенсацию за бензин, дистопливо. И опыт этих стран не самый удачный, и его не следует перенимать. Эти страны являются производителями, экспортерами энергоресурсов, газа или нефти. Министр труда и социальной защиты отметил, что правительство помогает гражданам справиться с высокими тарифами за счёт предоставленных компенсаций. Мы не можем этого сделать. Мы также должны выплачивать пенсии, делать инвестиции в здравоохранение, в инфраструктуру. Мы понимаем, что это трудное время, особенно для малообеспеченных семей. Мы предоставили меры как по социальной защите, так и по повышению заработной платы в государственном секторе, чтобы смягчить последствия кризиса. Но наша помощь осуществляется через систему «Ажутор-Лаконтор», благодаря которой наиболее уязвимые домохозяйства получают компенсацию. Алексей Бузу также отметил, что государство предоставило повышение заработной платы и социальных пособий, чтобы помочь людям в условиях роста цен. Механизмы оценки добропорядочности судей следует продумать и внести в него некоторые изменения. Подобного мнения придерживаются в профильной ассоциации ВОЧа-Жустицией. По мнению главы ассоциации ВОЧа-Жустиции Виктории Сандуци, внешняя процедура оценки магистратов представителями органов госвласти и иностранными специалистами может в итоге быть признана неконституционной. Национальный суверенитет, государственная власть принадлежит народу Республики Молдова, которая осуществляет его непосредственно и через свои представительные органы в формах установленных Конституцией. Таким образом, внешняя оценка судей, являющихся представителями государственной власти, представителями других государств, может представлять собой серьёзное нарушение Конституции, поскольку может поставить под сомнение сам суверенитет и независимость Республики Молдова. В то же время, по мнению нового министра юстиции Вероники Михайлов-Марару, судебная система противится объявленной реформе юстиции. Заявление чиновница сделала, комментируя массовую отставку судей. Эти сигналы сопротивления и потенциальных блокировок никому не идут на пользу. Эти действия только усиливают недоверие общества к судебной власти. Мы должны конструктивно объединять наши усилия и думать об интересах общества. В профильной ассоциации судей считают, что систему юстиции всё же очистить можно. Но для этого нужно пересмотреть предложенный ныне механизм. Мы считаем, что целесообразно отказаться от идей внеочередной катарсической оценки и перейти к разработке эффективного механизма постоянной обычной оценки судей раз в три года, чтобы система могла постоянно самоочищаться, постоянно выявляя лиц, несоответствующих требованиям должности судей, предлагая Высшему Совету магистратуры их увольнение. Напомним, что на церемонии принятия присяги новым кабинетом министров президент Майя Санду обозначила, что реформа юстиции остаётся одним из главных приоритетов для действующей власти. «Правительство должно продолжить очистку системы юстиции. Мы несём ответственность перед гражданами за то, чтобы в нашей стране было правосудие. Это одно из наших обещаний гражданам, и мы сдержим слово. Несмотря на все препоны и сопротивление изменения в юстиции должны быть продолжены». Министр юстиции провела встречу с судьями Высшей судебной палаты, в том числе и с подавшими в отставку. Как отмечает пресс-служба ведомства, диалог состоялся для обмена мнениями относительно реформы правосудия в избежание блокирования работы судебной системы. Процедура проверки отличается от процедуры предварительной проверки дополнительными гарантиями, предлагаемыми в процессе оценки, включая участие нового состава Высшего совета магистратуры, в качестве органа самоуправления в судебной системе с определённой ролью. «Вот почему важно, чтобы Высшая судебная палата рассматривала апелляции против комиссии по предварительной проверке, чтобы было проведено общее собрание, чтобы был создан функциональный ВСМ, чтобы судебная система постепенно возвращалась к своей способности решать проблемы». Игорь Гроссу считает, что оппозиция пытается заблокировать работу властей. Так он прокомментировал обращение депутатов ПСРМ в Конституционный суд. Напомним, они потребовали от КС дать оценку процедуре внесения президентом Майя Санду кандидатуры Дарина Ричана на должность премьер-министра. Социалисты утверждают, что глава государства грубо нарушила компетенцию Конституционного суда и Конституцию, а консультации с парламентскими фракциями носили формальный характер. Премьер-министр Дарин Ричан посетил с рабочим визитом Фолежский район. Там глава кабинета министров провел встречу с представителями бизнес-среды в области сельского хозяйства, а также с представителями органов местного публичного управления. Во время диалога с фермерами Дарин Ричан заверил, что сельхозотрасль является важным направлением развития для нашей страны. Он добавил, что правительство рассчитывает пополнить фонд сельскохозяйственных субсидий примерно на 600 миллионов леев. «Обсудили проблемы, их много. Мы будем решать их по очереди. Я объявил фермерам, что мы проанализируем возможность увеличения фонда субсидий ещё на 600 миллионов леев при следующей корректировке бюджета. Этого недостаточно, но мы будем работать дальше, чтобы найти ресурсы для этого». После диалога с фермерами Дарин Ричан также встретился с представителями местной государственной администрации. «Мы выявили ряд проблем и ограничений, в том числе нормативных, которые нам необходимо устранить. Помимо того, что нам всё ещё нужно изыскать финансовые ресурсы, чтобы дополнить финансирование успешных проектов, таких как Европейское село, многие премырии уже воспользовались этими ресурсами. Европейское село – это бессрочный проект, и, соответственно, населённые пункты постепенно смогут расширять свою инфраструктуру, улучшать свои школы, детские сады, дороги, систему канализации, уличное освещение». Премьер-министр посетил Фалешты во вторник. С момента назначения Дарина Ричана на должность – это его первая рабочая поездка по стране. Он отметил, что будет выезжать в территории еженедельно, а иногда визиты будут внезапными. Генеральный инспекторат погранполиции запустил информационную систему ЕПЕРМИС. По словам чиновников, речь идёт об онлайн-сервисе по выдаче разрешений на нахождение в приграничной зоне. Таким образом, граждане могут и себе сэкономить время, и пограничникам работу облегчить. Эта система запущена в первую очередь на пользу гражданам. Им больше не нужно приходить в инспекторат пограничной полиции, стоять в очереди, чтобы подать заявку на бумаги, сделать ксерокопии всех документов. Не нужно тратить порядка 10 дней на ожидание оформления разрешений на пребывание в приграничной зоне. Доступ к системе будет возможен с официального сайта пограничной полиции. Так, в один клик граждане смогут подать заявку на доступ в приграничную зону при введении в соответствующее поле идентификационного кода. Также можно будет получить временное разрешение на плавсредства, подать заявку на разрешение на охоту. А юридические лица смогут оформить разрешение на деятельность в пунктах пересечения границы. Заполнение заявки бесплатно. Общая стоимость информационной системы составляет около 600 тысяч леев. Финансирование шло из государственного бюджета. В течение 2022 года пограничная полиция выдала 21 145 разрешений на доступ в приграничную зону. Вернувшись из Турции, сотрудники поисково-спасательного отряда ГИЧС опубликовали отснятые в городе хатай кадры. Честно и без прикрас рассказали, как сложно было работать в практически стертом с лица земли городе. И не столько физически, сколько морально, признались ребята. Некогда уютный город лежит в руинах. На улицах полная тишина. Первые дни после катастрофы тишина важна. Есть надежда услышать из-под завалов крики о помощи. Слышно много голосов. Много и как будто эхо. Я не думаю, что отсюда так чисто могут говорить. Среди людей, молодцы! Чем больше времени проходит с момента землетрясения, тем меньше надежд. Каждая минута на счету. В ход идут все. Умная техника и интуиция. Электроинструменты и лопаты. Иногда пробиваться к пустотам сквозь груда обломков приходилось и голыми руками. Веревку. Сделать крюк, чтобы он не держал перфоратор в руке. А ему сделать подверг. Мира и Клайд – собаки-поисковики. Обученные искать людей под завалами, тоже обследовали руины. Поиски завершались поздним вечером. Незамысловатый ужин, приготовленный в походной кухне. Несколько часов сна и снова на поиски. Второй день работы – удача. Под толщей бетона нашли ребенка живым. Тихо, не суетитесь. Капу, 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 капу. Несите шоу, расчете шоу. Капу. Охмах! Охмах! Машаллах! Мне на руки! Отсюда! Ложи! Ниже, ниже! Ниже, ниже! Когда мы прибыли на место, увидели ужасную картину. Около 90% зданий, которые мы видели, были разрушены, люди в отчаянии. Мы были визуар. У нас есть эсперация. Я о таком только слышал, видел в кино. Увидеть такую трагедию, случившуюся с таким красивым и большим городом, это очень волнует. Физически тоже тяжело было. Мы часами искали людей, пытались их достать. Сложнее всего, признались ребята, было не отвлекаться от поставленных задач. Их команде выделили участок для поисковых и спасательных работ. Но приходили люди из других районов и звали с собой. Туда, где надеялись найти близких живыми. Местные жители в Турции направляли нас, показывали, где могли бы быть живые, пострадавшие, а может уже и погибшие. Но это их близкие. Просили нас помочь, поискать. Мы работали и с другими командами, и с Голландии, и Китая. Мы, как поисковая команда, больше опирались на кинологическую помощь. Они тоже помогали нам со своими собаками. Но и к экипе Каутари, мы там опылили, что у них кинологическую помощь. Мы должны купить. 56 молдавских спасателей вернулись из турецкой провинции Хатай в субботу. Премьер-министр Дарин Ричан вручил им благодарственные дипломы. Эпидемиологическая ситуация в столице остается тревожной, по словам начальника главного управления медико-социальной помощи Бориса Гылко. За последнюю неделю число случаев заболевания COVID-19 в Кишиневе удвоилось. В два раза увеличилось количество заражений COVID-19. Также регистрируется рост респираторных инфекций примерно на 23% по сравнению с предыдущей неделей. Мы также зафиксировали случаи смерти от коронавируса. У нас дефицит мест в больницах, где лечат COVID. Согласно приказу Министерства здравоохранения, с этой недели городская клиническая больница пульмонологии начала также принимать больных с COVID-19. За последнюю неделю положительный результат подтвердился у 29 учеников и 15 дидактических кадров. Мы просим администрации образовательных учреждений быть предельно бдительными и соблюдать все санитарные нормы. Борис Гылка также заявил, что в настоящее время наблюдается ситуация, где параллельно фиксируются и вирусные инфекции, и грипп, и COVID-19. Эта ситуация очень специфична, потому что у нас параллельно эпидемиологическая вспышка как респираторных инфекций, так и гриппа. И это совпадение инфекций, гриппа и COVID-19 приводит к гораздо более сложным формам. Клиническая больница Министерства здравоохранения получила партию помощи от Международной организации миграции и правительства Соединенных Штатов Америки. В нее входят расходные материалы, оборудование и, главное, автомобиль скорой помощи, который поможет врачам быть мобильнее и быстрее реагировать на нужды пациентов. В ходе мероприятия администрация учреждений, а также представители Министерства здравоохранения заявили, что в последние годы у Республики Молдова было очень хорошее сотрудничество с Международной организацией по миграции. Отмечу, что нам повезло, что рядом с нами в этот сложный период уже многие годы, а не только в последнее время, всегда была Международная организация по миграции. История нашего сотрудничества насчитывает 10 лет. И всегда наши отношения были дружескими, у нас было плодотворное сотрудничество и быстрый отклик на любой вопрос. Уверен, что эта партия не просто поддержка для клинической больницы Министерства здравоохранения. Фактически она будет иметь значительные последствия для нашей системы здравоохранения, для наших пациентов и позволит нашим профессионалам предоставлять еще более эффективную заботу. Со своей стороны, представитель Всемирной организации по миграции в Республике Молдова Марго Баарс высоко оценила усилия нашей страны по управлению кризисом беженцев и заверила, что Республика Молдова и впредь будет получать всю необходимую поддержку. «Нас очень радует, что у нас есть возможность внести свой вклад на сей раз этой скорой помощью, которую вы видите, а также медицинским оборудованием. Мы хотим поблагодарить за открытость министерства, за то сотрудничество, что у нас было до сих пор и хотим вас заверить, что будем рядом и в будущем». По информации, предоставленной Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, в Молдове проживает более 80 тысяч украинцев. Национальное бюро статистики сообщает, что в декабре 2022 года валовый объем промышленного производства снизился на 13,9% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Падение показателей, по данным НБС, в том числе обусловлено снижением и добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в производстве и поставке электрической и тепловой энергии, газа и тепловодослабжения. По данным Национального бюро статистики, в декабре 2022 года промышленное производство с учетом поправки на количество рабочих дней и сезонность снизилось на 12,9% по сравнению с декабрем предыдущего года. Произошло это в том числе из-за снижения производства в добывающей промышленности более чем на 12,5%, в обрабатывающей промышленности почти на 14% и в производстве и поставке различных видов энергоносителей. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом объем валового промышленного производства снизился на 5,1%. Сокращение показателей в 2022 году по сравнению с 2021 обусловлено снижением производства в добывающей промышленности 4,9%, в обрабатывающей промышленности 4,5% и в производстве и поставке электрической и тепловой энергии, газа 8,4%. Промышленное производство, скорректированное на количество рабочих дней и сезонность в 2022 году по сравнению с 2021 снизилось на 4,3%. По данным Нацбюро статистики, лидером по снижениям показателей стала пищевая промышленность почти на 20,5%, в тройке лидеров антирейтинга НБС производства прочих пищевых продуктов, включая сахар на 52,2% и переработка и консервирование фруктов и овощей на 27,2%, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков на 11,1%. В том же периоде произошло увеличение промышленного производства продуктов мукомольной промышленности крахмала и крахмалопродуктов на 25,9%. Поступления подоходного налога от аренды недвижимости выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 5 миллионов леев. По данным государственной налоговой службы в январе 2023 года было зарегистрировано 2152 договора аренды недвижимого имущества, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщает, что в стране выявили новые случаи бешенства и африканской чумы свиней. В селе Тамай в Лиовском районе зафиксировали две повторные вспышки. Еще одну новую вспышку выявили в селе Ковырлуй в том же районе. Кроме того, подтвердили два случая бешенства в населенных пунктах Флорежского района. Трупы, зараженных бешенством животных, уничтожили в соответствии с процедурами, а животных в населенных пунктах вакцинировали. В этом году Республика Молдова примет участие в весенней румынской туристической ярмарке, которая откроется 23 февраля. Экономические агенты представят предложения и туристические направления Республики Молдова, включая культурный, винный, сельский, деловой и приключенческий туризм. Госсекретарь Министерства культуры Андрей Кистол отметил, что национальное туристическое предложение имеет важное значение для продвижения Молдовы как аутентичного туристического направления. Мэрия Кишинева объявляет о начале приема заявок на участие в 7-м муниципальном молодежном театральном фестивале. Молодые люди могут зарегистрироваться для участия в фестивале в составе труппы или индивидуально. Организаторы проведут предварительный отбор, поэтому участников просят прислать трех-семиминутное видео представление. Период регистрации на фестиваль с 11 февраля по 1 марта 2023 года. У православных христиан началась подготовка к Великому посту. Масленица – это неделя перед постом, когда употребляются молочные продукты и рыба, но не разрешено есть мясо. 27 февраля начинается пасхальный пост – самый длинный пост в церковном году, но также и самый суровый. Это период подготовки к празднику Воскресения Иисуса Христа. Сотрудники Департамента уголовного розыска Национального следственного инспектората в сотрудничестве с правоохранительными органами России нашли и задержали женщину, объявленную Молдовой в национальный и международный розыск за торговлю людьми. Женщина 35 лет в 2012 году обманом вывезла на Кипр трех женщин под предлогом найма их танцовщицами. Самолетом женщину экстрадировали из России в Молдову, сейчас она находится в тюрьме номер 7. В столичном секторе Буйканы по улице Ионокрянга после ремонта был открыт новый корпус детского сада номер 54. Он рассчитан на три группы. Это около 90 детей, сообщает мэрия Кишинева. На данном этапе осуществляется регистрация детей. Столичный градоначальник Ион Чибан упомянул, что решение о расширении детского сада номер 54 было принято из-за большого количества запросов. В течение 2021-2022 годов из городского бюджета на ремонтно-строительные работы, оснащение мебелью, инвентарём, техникой и оборудованием было выделено более 8 миллионов леев. В общем и целом детский сад номер 54 с учётом нового блока будут посещать более 200 детей. Кроме того, открывает свои двери для 150 детей и дошкольное учреждение номер 3 на улице Иона Пеливана. Последние 20 лет оно простаивало пустым. Здесь будет вместимость пять групп. За последние несколько лет из городского бюджета было выделено более 17 миллионов леев на ремонтно-строительные работы, оснащение мебелью, инвентарём и оборудованием. На данном этапе учреждение номер 3 работает над зачислением и интеграцией детей. По словам Иона Чабана, за последние три года муниципалитет открыл в столичных детских садах 132 новые группы. В то же время Чабан отмечает, что детские сады в пригородах столицы, а именно в Брейле, Кондрице и Синджире, в скором времени будут открыты после капитального ремонта. Мы прервёмся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Приятная новость для молдавских абитуриентов, желающих получить бесплатное высшее образование в ведущих вузах России. Срок регистрации на сайте educationinrussia.com продлевается до 20 марта включительно. В этом учебном году Россия увеличила общее количество квот для Республики Молдова на 60 бюджетных мест. Таким образом, лишь по линии российского правительства продолжить образование в российских вузах смогут 630 молдавских выпускников. В Российском центре науки и культуры в Кишиневе отмечают, что, как и в прошлом году, регистрация производится в электронной форме. Необходимо заполнить анкету и загрузить минимальный пакет документов. До 20 марта 2023 года продлевается регистрация кандидатов, желающих получить высшее образование в вузах России по квоте правительства Российской Федерации. Для участия в конкурсе необходимо сделать следующее. Зарегистрироваться на сайте educationinrussia.com, прикрепить необходимые документы, фото, скан загранпаспорта, скан документа об образовании, согласие на обработку персональных данных и подписанную анкету. И отправить заявку на проверку. Также в представительстве Россотрудничества в нашей стране обращают внимание молдавских абитуриентов на сертифицированные документы, подтверждающие личные достижения. Дипломы национальных всероссийских международных олимпиад, публикации научных работ, документы, подтверждающие участие в творческих и спортивных состязаниях и другие. С подробным списком документов можно ознакомиться на наших страницах в соцсетях. В Российском Центре науки и культуры в Кишиневе отмечают, что кандидатам на творческие специальности следует обратить внимание на дополнительные творческие испытания, которые они должны пройти в самих вузах. Подробную информацию можно найти на сайте educationinrussia.com, Ну а по возникающим вопросам следует обращаться на электронную почту edusobachka.mda.rs.gov.ru Одним из самых ожидаемых событий в мире, за которым следили большинство мировых информационных агентств, было ежегодное обращение президента России с посланием к Федеральному собранию. Большую часть речи российский лидер посвятил причинам проведения военной спецоперации в Украине, ситуации в мире и состоянию международных отношений. Основные тезисы заявлений российского президента прямо сейчас. Речь президента России длилась более полутора часов. Он затронул обширный круг вопросов, посвященных войне в Украине, состоянию международных отношений, развитию экономики страны и вопросам международной торговли, расширению социальных гарантий для граждан России, модернизации системы образования и прочее. Вот лишь некоторые тезисы, озвученные российским лидером. Запад стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад. Россия будет выстраивать новые логистические коридоры и внутри, и вне страны, а также развивать порты на Черном море. Это позволит расширить и углубить сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном и другими дружественными странами, пишет агентство Reuters. Но одно из основных заявлений было о том, что Россия приостанавливает действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений с Соединенными Штатами. На это отреагировал глава Североатлантического альянса, который сказал, что его расстраивает это решение России, отмечается на официальном сайте альянса. Он добавил, что данное решение российских властей якобы нарушает всю архитектуру контроля над вооружениями и призвал официальные лица России поменять свое решение. А вот что пишет мировая пресса сразу по окончании выступления президента России. В своей статье Reuters отмечает, что президент Владимир Путин во вторник сделал ядерное предупреждение Западу из-за Украины, приостановив действия двустороннего договора о контроле над ядерными вооружениями, объявив о постановке на боевое дежурство новых стратегических систем и предупредив, что Москва может возобновить ядерные испытания. Выступая спустя почти год после того, как отдал приказ о вторжении, которая вызвала самую большую конфронтацию с Западом со времен Холодной войны, Путин сказал, что Россия добьется своих военных целей и объявил Запад в попытке уничтожить Россию, передает Reuters. По сути, Путин предупреждает, что он может демонтировать архитектуру контроля над ядерными вооружениями, включая мораторий крупных держав на ядерные испытания, в попытке заставить Запад отступить в Украине. Запад и Украина, которая может стать членом НАТО, отвергают этот нарратив и говорят, что расширение НАТО на Восток после окончания Холодной войны не является оправданием того, что они называют захватом земель в имперском стиле, обреченным на провал. Народ Украины стал заложником киевского режима и его западных повелителей, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном и экономическом плане, сказал Путин. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. «Именно так мы все это понимаем и, соответственно, будем реагировать, потому что в данном случае речь идет о существовании нашей страны. Россия никогда не уступит попыткам Запада разделить ее общество», сказал глава Кремля, добавив, что большинство россиян поддерживают войну. Сразу же после окончания выступления российского президента, МИД России вызвал посла США. По официальной информации МИД России, послу был заявлен дипломатический демарш с требованием к Вашингтону вывести американо-натовских военных и технику с Украины и дать объяснение по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток». НАТО и США отреагировали на заявление Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что сожалеет о решении России выйти из договора о ядерном оружии и утверждает, что кремлевский лидер не готов к миру. А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал заявление Путина о том, что вторжение в Украину было спровоцировано Западом, абсурдным. Украинская сторона также отреагировала на эти заявления. Старший советник президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Путин публично продемонстрировал свою неуместность и растерянность. В заявлении для рейтер Подоляк сказал, что своим выступлением Путин показал, что он потерял контакт с реальностью. Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве. Китай глубоко обеспокоен постоянной эскалацией кризиса в Украине и тем, что он может выйти из-под контроля. Об этом заявил глава МИД КНР Циньган. Дипломат пообещал, что Пекин будет содействовать проведению мирных переговоров и призвал некоторые страны немедленно прекратить разжигать огонь. Об этом сегодня пишет Reuters. Циньган заявил, что Китай занял объективную и беспристрастную позицию с момента начала спецоперации в Украине и пообещал продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в улучшении ситуации, передает Reuters. Комментарии Циньгана прозвучали перед поездкой главного дипломата Китая Ван И в Москву с мирной речью, которую Пси Цзинпин, как ожидается, произнесет в пятницу в годовщину начала спецоперации в Украине. До этого Ван И посетил Венгрию, где встретился с главой МИД страны Петром Сиарта. «Мы хотели бы политического решения, которое обеспечило бы мирную и устойчивую основу для Европы», заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров. В Будапеште китайский дипломат подчеркнул, что КНР и Венгрия с радостью сотрудничают вместе с другими миролюбивыми странами, чтобы как можно скорее остановить российско-украинский конфликт. Напомню, что ранее министры иностранных дел Венгрии и Китая заявляли, что военные действия в Украине могут быть прекращены только путем мирных переговоров, а поставки оружия приводят к эскалации конфликта. До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, на полях которой провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Президент США Джо Байден после неожиданного визита в Украину прибыл, как и было запланировано, в Польшу. Белый дом сообщил, что в Варшаве он проведет переговоры с президентом Анджием Дудой, лидерами девяти стран восточного фланга НАТО, и выступит с речью в поддержку Украины. К этому выступлению американского президента, так же, как и к сегодняшнему выступлению президента России, будет приковано внимание большинства экспертов и мировых информационных агентств. Многие ожидают, что Байден заявит о новом пакете военной помощи и, возможно, ответит на сегодняшнее заявление Владимира Путина. Это второй визит американского лидера в Варшаву за год. На время поездки Джо Байдена в польской столице введены усиленные меры безопасности, запрещено ношение оружия. В город стянуты дополнительные силы полиции. Анджей Дуда в эфире телеканала ТВП-Инфо накануне приезда своего американского коллеги заявил, что визит Байдена имеет большое политическое значение. Во вторник программа Байдена в Варшаве не завершится. В среду у главы американской администрации запланирована встреча с лидерами бухарестской девятки, странами восточного фланга НАТО, который, как заявили ранее в Белом доме, находится на передовой линии коллективной обороны альянса. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Турцию призвал к скорейшему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В то время как глава турецкого МИД Мевлюдчеву Шоглу в очередной раз заявил, что Швеция не выполнила в полном объеме принятые на себя обязательства. Но при этом анонсировал возобновление переговоров с двумя странами, сообщает агентство Reuters. Во время своего визита в Анкару госсекретарь США высоко оценил роль турецких партнеров в Североатлантическом союзе. Соединенные Штаты высоко оценят вклад Турции как давнего и активного члена альянса НАТО, и мы продолжим совместную работу над укреплением и расширением нашего альянса, в том числе путем присоединения Швеции и Финляндии, что поможет предоставить альянсу еще более сильные и боеспособные активы. «В Финляндии и Швеции уже предприняли конкретные шаги для выполнения обязательств, которые они взяли на себя в рамках подписанного ими трехстороннего меморандума», сказал Блинкен. «Однако Анкара требует, чтобы Стокгольм прекратил свою политику поддержки курдских сепаратистов, которых она считает террористами. Прогресс есть, но его недостаточно», сказал глава турецкого МИДа. «Сосла дела обстоят иначе». Проблем с Финляндией у нас меньше. Итак, повестка дня, о которой вы поделились в отношении саммита НАТО в Вильнюсе, будет зависеть от шагов, предпринимаемых Швецией. Шаги подразумевают изменения в политической, законодательной и судебной сферах, которые Швеция должна произвести до саммита НАТО, если она хочет вступить в Североатлантический Союз. Чавушагу также заявил, что приостановленные переговоры со Швецией и Финляндией относительно их заявок на членство в НАТО возобновятся вскоре в Брюсселе, что является четким сигналом об ослаблении напряженности между Стокгольмом и Анкарой. В понедельник вечером еще два землетрясения магнитуды 6,4 и 5,8 произошли на границе Турции и Сирии. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Жертвами нового бедствия стали как минимум 6 человек. Сотни получили ранения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям после произошедших в понедельник вечером землетрясений было не менее 32 авторшоков. Подземные толчки ощущались в Греции, Египте, Израиле, Ливане, Сирии и на Кипре. В столице провинции Хатай, Антаке новые подземные толчки подняли тучи пыли. Многие до того поврежденные здания обрушились. Началась паника. Пострадавшие люди звали на помощь. «Люди запаниковали. Это было очень мощное землетрясение. Рядом с палатками, где мы находились, стояли здания. Мы пытались успокоить людей, потому что многие психологически ещё не оправились от последствий первого землетрясения». «Я никогда не становилась свидетелем такого сильного землетрясения. Я приехала в Хатай как волонтёр рабочей партии, чтобы помочь пострадавшим. Это позволило мне понять их психологическое состояние. Ведь то, что они пережили, было действительно страшно». В Сирии, по неофициальным данным, около полусотни человек получили ранения. Поисково-спасательные службы сообщили, что здания в ряде городов и посёлков были повреждены. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло и в Иране. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 112 километрах к северо-западу от города Бендер-Абас. А Чех залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Евросоюз продлил действия антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года. Соответствующая информация была опубликована в официальном журнале ЕС, после чего решение вступило в силу. Согласно информации внешнеполитической службы Союза, в настоящее время в санкционный список ЕС в отношении России включены 1386 физических лиц и 171 компания. Сейчас в Евросоюзе обсуждается новый 10-й пакет санкций. Его предполагается принять к 24 февраля, несмотря на разногласия по этому вопросу в Альянсе, о которых заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Детали этого пакета ограничений руководство ЕС не уточняло. Bloomberg писал о мерах против экспорта российских алмазов, а источники Reuters говорят об обсуждении санкций против ядерной отрасли России, над чем особенно настаивают Польша и Литва. Против выступают Венгрия и Франция. В целом экспортное ограничение в нынешнем проекте санкций Еврокомиссия оценивает в 11 миллиардов евро. Следующая встреча Совета ЕС на уровне глав МИД пройдет уже 6 марта. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Экстренное совещание будет посвящено увеличению производства оружия не только для Украины, но и для самих стран Евросоюза. Премьер-министр Японии Фомио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите Большой Семерки, который пройдет 24 февраля, сообщает японское информационное агентство Киодо. На виртуальные встречи страны Большой Семерки, такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз, скорее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину, передает источник. Также в преддверии видеосаммита Большой Семерки Кисида заявил, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Киеву в размере 5,5 миллиардов долларов для восстановления пострадавшей инфраструктуры. Европу накрыла волна шарингфляции. Это когда производитель снижает вес или объем товара в упаковке, при этом сохраняя его стоимость. Термин придумала бывший советник американского президента Джорджа Буша-младшего Филиппа Малемгрен. По ее мнению, подобный феномен является признаком надвигающейся резкой инфляции. С таким европейские страны уже сталкивались раньше. Сейчас история повторяется, сообщает Евроньюз. Инфляция ведёт к более высоким затратам производителей. Чтобы не разориться, те либо поднимают цены на свои товары, либо уменьшают размер упаковок. И всё чаще компании выбирают второй вариант – передаёт Евроньюз. Как оказалось, потребители обычно меньше злятся на то, что упаковка сжимается, чем на то, что цена растёт. У нас было много жалоб, в частности, на этот напиток. Его бутылка уменьшилась с 750 мл до 600 мл, а цена снизилась всего на 10 евроцентов. Это огромная разница. А эти хлопья продавались в коробке для 500 граммов, которая уменьшилась до 375 граммов, а её цена понизилась на 40 евроцентов. Порция мороженого стала меньше, в плитке шоколада прежнего размера появились воздушные пузыри. Шрингфляция или практика сжатия не является незаконной, но голландские покупатели ею недовольны. Это хитрый шаг рынка, но что мы можем сделать? Мы для него просто безликие цифры здесь, в Нидерландах. Да, я тоже думаю, что это связано с инфляцией. Всё дорожает, поэтому, думаю, нам придётся больше работать. Часть проблемы заключается в том, что производители и супермаркеты винят в усадочной инфляции друг друга. Ни одна из этих сторон не берёт на себя ответственность, а это означает, что вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Между тем, в результате кампании за здоровое питание стало меньше рекламы гигантских порций, но на ценах это почти не сказалось. Потребители на самом деле мало что могут с этим поделать. Цена есть цена, и производителю не пожалуешься. Конечно, если товар одной фирмы слишком дорог для вас, вы можете обратиться к конкуренту, у которого могут быть менее дорогие этикетки. Это единственное, что вы можете сделать. Согласно недавнему опросу, 80% людей в ЕС считают, что кампании пользуются инфляцией для увеличения своей прибыли. Парламент Израиля, несмотря на продолжающиеся массовые протесты, всё-таки одобрил законопроект о судебной реформе. В поддержку документа высказались 63 депутата из 120. Ещё 47 выступили против. Заседание продолжалось несколько часов. Реформа судебной системы, предложенная министром юстиции Яривом Левином, стала одной из самых резонансных инициатив нового правительства. Предлагаемые нововведения расширяют полномочия правительства по отбору судей и ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов. Многие экономисты, а также ведущие представители хай-тек-отрасли и банковской сферы предупредили об угрозе оттока инвестиций и капитала из страны. Однако председатель парламентского комитета по финансам Моши Гафни отверг подобные опасения, указав на отсутствие связи между судебной реформой и возможным ударом по израильской экономике. В свете решения Кнесета в ряде городов прошли новые протесты. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Протестующие заблокировали движение транспорта на нескольких улицах. По данным полиции, 8 человек были задержаны. Подобные акции проходят с начала января. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует... Продолжение следует...